47 духов 3 пробника эйвон и 2 пробника и фраше всем привет как вы уже поняли это будет обзор коллекции моей парфюмерии так как я не помню поименно всех кто мне что-либо дарил ибо есть такие духи что кто-то их дарил какие-то духи которые я с кем-то менялась и какие-то духи я покупала сама либо достались по наследству вот по наследству достались вот эти я помню от бабушки то я решила просто обозреть все что у меня есть и так как я не храню коробочки то некоторые духи тупо даже не знаю уже фирму и соответственно не помню название просто буду показывать и по возможности говорить их примерный аромат в общем голубенькая крышечка обычно голубенькая крышечка вот допустим у summer white классики оригинала говорит нам о том что вот такой легкий свежий ароматик не знаю на самом деле как суд сладкий легкий но но не то чтобы свежий но надето я думаю самое то еще ими не пользуюсь они такие интересные в общем вот тут у нас не название ничего это парфюмерная вода но что за вода вообще без понятия раз уж я достала тут summer white одни из моих любимых духов эйвен я их много раз у них покупала и когда была представителем и когда просто заказывала разных девочек знакомых и не очень но кто не знает что такое summer white вы много потеряли но если вы любите свежие ароматы то summer white для вас ну очень подойдет summer white мне напоминает натурель оригинал от и фраше вот он она у меня еще есть потом она напоминает мне русские какие-то духи не помню фирму light кокаин называется легкий кокаин и они он у меня напоминает blue light или light blue от dolce gabbana у меня периодически не бывает они мне тоже очень нравится но на данный момент в этой коллекции меня нет ни blue light а не light кокаина но зато есть summer white от эйвен и натурель уже давно давно купленная что-то мне приходило от фраше в подарок вот такие флакончики много кому дарила что-то вот я сама покупала этот по-моему я сама покупала и вот тут еще и немножко есть то тоже такой легкий свежий аромат так у меня есть еще один думал уж на клеечка творилась она просто так внезапно не видно ее сами два это бризш или что-то такое зелененьким так бледненько написано что я не знаю даже не то чтобы не знаю я плохо вижу в общем зеленой крышечкой summer white он кстати мне напоминает вот эти вот духе он не то что он как бы да он свежий но он такой очень слабо уловимо сладкий причем не приторной сладостью а такой нежной сладостью у меня есть еще один summer white помню что я его выпросила в наглую у человека точнее человек сказал чтобы я хотела подарка я хочу вот это прикиньте совести хватит но это смелости хватило даже не то что там совести или наглости это evan summer white paradise райский summer white но я его что-то совсем чуть-чуть юзала и вот она тоже у них есть что-то общее вот зелененькой крышечкой что-то их роднит не знаю как передать но вот именно вот такой может быть легкий персиковый честно не помню как персик пахнет и вообще мне кажется мне сам по себе запах персиков парфюмерии в косметике не очень нравится но вот под крышечки он такой вот нежненький еще у меня вроде как есть сами рвает сушке у так приличненько поюзала голубеньких то у меня было дофига это уже не знаю какой по счету флакон пусть он даже и но он побольше поюзан чем остальные поменьше чем вот этот это у нас сами рвает sunrise что-то у меня глаз чертся так вот такое фиолет светло-фиолетовый или сиреневый вот я всегда вот с этим путаюсь хоть я и художник в принципе там но вот этот цвет такой мне очень нравится и и вот он мне почему-то совсем чуть-чуть напоминает приму от эйвана еще evidence от и фраше внезапно пудровый аромат тут какой-то очень присутствует тоненький такой нежненький я думаю что он не очень стойкий по сравнению допустим с эйвановской примой или с и фрашевским вот этим вот товарищем даже с туалетной водой evidence он вряд ли будет по стойкости совпадать потому что это у нас даже не туалетная вода и даже не парфюмерная это экстрат де парфюм это конкретно такие масляные очень стойкие супер духи и я хотела их очень помнишь и покупала я хотела с такой штучкой и вот они наполовину заюзаные даже чуть больше 2 5 осталось их и не очень классно они очень супер стойкие они сами по себе evidence от и фраше довольно стойкие духи даже вот чисто вот парфюмерная вода и туалетная вода но вот именно как духи в прямом смысле то вообще супер ну и соответственно но пшика всего лишь достаточно я так люблю их этот аромат что я готова на себя вообще полфлакона выпрыскать но к сожалению она потом очень хорошо так раскрывается аналог в эйвен есть и прима как я уже говорила и сейчас я постараюсь эту приму достать прима эйвен 8 часов стойкости как только она появилась я ее заказала когда еще была представителем все таки я про что-то говорю что мое ну помнишь же практически идентичный аромат и тоже очень действительно 8 часов на вас держится мне кажется даже дольше и на одежде он держится может быть даже до месяца вот вот это счастье даже вот чисто не именно флакончик вот этот а просто вот парфюмерная вода evidence если вы принимаете душ с мылом с какими термоядерным гелем для душа или еще что-то оно все равно с вами остается еще несколько деньков очень напоминает в этом плане уже снятости и фрашевскую и рис нуар который к сожалению у меня уже нет потому что она закончилась даже будучи там парой флаконов запасах и вот эти тоже вот может конечно после принятия душа они пропадут но допустим если вы присните шарфик то месяц этот шарфик будет с этим ароматом так рука потянулась другому и фраше это несколько нот любви парфюмерная вода есть подобный вариант туалетная вода но мне она не нравится у меня она есть в пробниках мне периодически за заказ присылают без моего согласия этот пробник почему-то он для меня пахнет детской неожиданностью вот сколько раз я ему давала шанс и все равно пахнет детской неожиданностью однажды я его все таки раскрою если у меня никто его не выпросит к тому времени и может быть он откроется для меня по другому вот упал вниз это теплый достаточно такой согревающий аромат тут сейчас на холод очень даже ничего ну и на лето тоже нормально ну конечно летом его много не попрыскаешь и мне кажется он разное время года чуть-чуть по-разному открывается этот и фрашевский несколько нот любви но смотрите я все таки юзала у меня даже минька была возможно она уже закончилась эта минька так а вот и эвиденс лимитированная коллекция у них периодически выходит какая-нибудь лимитированная коллекция эвиденса флакончик тут вот такая как бы алмазная огранка довольно красивый флакончик и за счет того что он очень стойкий его буквально вот одного пшика надо он все еще со мной лимитированная коллекция эвиденс как явность тут даже уже наверное все что можно стерлась да практически не читается у меня их раньше очень много было и вот по-моему одни из первых духов и фраше которые приходили вот только я там первый ну наверное уже заказа 4 сделала и там стали раздаривать в подарок на разных предложениях у них тогда было 9 пар и основной как бы ссылочка такая 9 вариаций разных подарков и акций и основной то что вот сейчас на мыло допустим рассылается и там везде был вот эвиденс такой ну не именно такой ну именно эвиденс подарок я помню тогда очень много его набирал потому что он мне очень нравился я его использовала 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 у меня тогда было от силы духов 5 наверное но вот очень классный мой любимый еще одни очень мне нравятся духи в эфраше их пару раз покупала вот как раз вот тоже мне даже дарили маленькие флакончики и миньки по-моему у меня были это свой эликсир гуассенсуэль аромат по-моему какой-то там супер чувственности эфраше это кажется 4 вариант эликсира есть у них классический эликсир потом эликсир как бы такой же классический но может чуть отличается фиолетовый эликсир вот такой фиолетовый мне не нравится он для меня супер в общем вот этот сочетает в себе три аромата эфраше которые мне очень нравятся сами по себе ну как бы один из них мне не очень нравится потому что классический эликсир здесь тоже присутствует и классический эликсир это для меня он пахнет пластилином потом ночная ваниль кажется и ирис нуар все ночные и он мне очень нравится вот эти сочетанием этих трех ароматов потому что сам чистый эликсир ну ну не то не сё я помню у меня очень много приходило чистого эликсира в подарок я искала людей которым он нравится как-то наобум человеку подарила человеку очень понравился ну нужно было что-то подарить и вот были лишние духи очень мне нравится вообще классный аромат тоже хороший стойкий и лучше всего все таки использовать его в холодное время года потому что летом да и зимой в принципе одного пшика хватает и вот на осень он хорошо открывается и мне это нормально у меня есть пара знакомых человек которые надушилась а ты всего лишь пресс ну один раз над головой она везде распылилась такс эйван аттракцион сенсацио он мне напоминает тут в арифлейме раньше были такие духи мне тётя как-то подарила и по цвету и по аромату диваж красные я знаю что их сняли я даже читала в группе вконтакте какие-то комменты под основной страницей арифлейма типа верните этот аромат и всё в таком духе очень напоминает я им даже сегодня опрыскалась когда на улицу выходила вот здесь вот и на голову и ходила гуляла и кайфовала от этого аромата но я наверное не смогу писать вам все ароматы потому что уже начинаю пронюхиваться но он если вы знаете как пахнет ваш практически аналог очень классный аромат и в принципе стойкий хотя я на руке уже не чую ничего в принципе я тут уже принюхалась на роли секрет до санс уже по-моему это снято стифра шея у меня была маленькая на ролике она мне очень нравилась парфюмерная вода да я потом разорилась на большую и вот я ее периодически пользую причем я ее пользую в последнее время стала она по-моему у меня была в обзорах парфюмов осень этого года вот именно когда холодно хотя такой аромат лучше подходит мне кажется все таки на лето когда тепло но что хочу сказать есть общее он как бы слегка такой горчит немножко возможно даже восточный легкий и он мне очень напоминает цветок апельсина утро в саду и фроши по-моему оно снято и что-то может быть даже новое у них случилось с подобным ароматом только с другим названием и еще цветы вишни тоже утро в саду и тоже и фрошевские рука тянется у меня и не знаю лет 15 наверное но до сих пор точно так же пахнет это классическая пурбланка от эйвен флакончик на пальчик набираете а он без спрейчика вот я им сейчас надушилась а зачем я им надушилась аж и теперь другое не смогу разнюхать вот он все еще живой ему реально где-то лет уже 15 хотя хотя нет слушайте меньше а может быть и нет не знаю вот тут как понять вообще как уже подстерлась в общем какой-то очень древний флакончик флакончик от эйвен и он все еще живой и не портится хотя бывает что даже у и фрошей и вот не только у эйвен таки много где встречается что три года прошло или там год даже прошел открываешь флакончик и сначала на тебя спиртом прыснет а потом уже минут через пять будет раскрываться тем самым ароматом который изначально был у меня тут есть флейм если не путаю да флейм инкаденсис от эйвен у меня был синенький флакончик кто-то мне когда-то дарил у меня кто-то его точно так же потом упросил у меня был желтенький мне желтенькие инкаденсис оригинальные от эйвен очень раньше нравились штук пять наверное или типа того у меня было разных флакончиков и 30 миллилитров и 50 в какой-то момент он мне настолько приелся что стоял и я его отдала кому-то из знакомых ну чисто пришел человек увидел хоть ой такие духи если понравится забирай вот человеку понравились тут флейм вчера ими пользовалась они на холодное время года такие мне все же кажется у них что-то общее возможно даже вот с этим вот ну помимо того что согревающее ясные ролики немножко что-то общее есть что-то в них восточное с перчинкой такое будто специи чисто сейчас вот мне кажется так дизайн красивый такой вот удобно в руке держать причем вот такие у меня духи инкаденс инкаденс это арден спрей я заказывала похоже на клубники на клубники еще где-то покупала и вот такие у меня еще есть 100 миллилитров я ими иногда пользуюсь обычно летом они напоминают зеленое дерево тоже гринти в принципе утро в саду и фраше по-моему оно снято и может быть там переиздалось под другим названием или в другой серии еще напоминают кельнскую воду воду пардон тоже от и фраше и тоже от гринти еще напоминают какой-то похожий аромат есть у сальвадора дали нежненький такой свежий аромат легкий именно вот что на лето и вообще в жару я его обычно использую вот тише заинтересовался духами у меня есть несколько лимиток вариаций натурель но я не все помню по названию я знаю что есть одна тропикал и есть еще что то такое типа голубые овощи голубая лагуна в россии она обозвали но я их называла голубыми овощами овощами блю вегетал вегеталь не помню как там да блю блю вегеталь блю вегеталь или что то в этом роде давно французским не занималась вообще не помню в общем я не помню или это голубая лагуна или это тропикаль вот я сейчас их открыла я даже не знаю как передать аромат но не то чтобы тяжеловатый но вот сейчас почему то мне там немножко пластильном отдает из немножко откликается с классическим эликсиром и фраше вот рука потянулась этими я сейчас пользуюсь еще одни есть правда вот сейчас именно на холодное время года на осень это как раз вот цветы вишни которые напоминают цветы апельсина и напоминают на роли это утро в саду можно сказать уже тоже снятость уже слушайте у меня столько тут раритетов внезапно и фраше они вот обновили все свои линейки практически парфюмерии и много чего и у меня тут появилось очень много раритетов вишня цветы вишни утро в саду я ими пользуюсь сейчас и внезапно они не то чтобы там супер стойкие учитывая что это туалетная вода но где-то на 3-4 часа их вполне хватает и вот рука у меня тянется кельнской воде зеверт зеленое дерево чайное дерево это в принципе как бы одеколон это унисексовый аромат так же как наверное и вот этот тоже хотя мне кажется это больше женщины покупают но вот у моей знакомой есть приятель мужчина который очень любит женские духи а сама моя знакомая очень любит именно мужские духи тоже использую в основном летом было очень много флакончиков таких и в подарок приходила тоже тыфрашей заказывала сама мне кажется у них что-то из этой линейки кельнской воды иногда на сайте встречается причем иногда вот года 2-3 нет вообще на сайте его ничего из этой серии и вдруг внезапно появляется оно немножко не то чтобы потяжелее но как бы более понасыщеннее чем допустим Элизабет Арден Гринси даже вот чисто по крышечке если судить это такое блекленькое бледненькое это такое яркое зеленое почему оба аромата мне очень нравится не зря они у меня тут есть совсем чуть-чуть остается это тоже теньская вода тоже и фраше это вербена она в сравнении с вербеной от утра в саду вообще день и ночь вербена от утра в саду 20 минут держится это прелечненько держится ну как бы одеколон и она для меня пахнет леденцом и почему-то ассоциация идет с дюшесом карамельки такие вот дюшес до сих пор еще не выветрилась я даже уже не помню сколько она у меня живет возможно даже лет 7 русские какие-то духи сирень без названия никакого тут никакой наклеечки или там аббревиатура какая-то аббревиатура есть но я ее не разгляжу еще написано 19 ps как вот если по скриптам писать сирень какая-то ну в смысле такая конкретная сирень мне кажется это сирень на любое время года вот такой вот вакончик как бы девушка-голова маленькая шейка и фигурка ой у меня упали какие-то отливанты у меня вообще двое отливантов одни подписаны и другие нет это у нас нарцисс или что-то в этом роде нарцисса для нее парфюмерная вода так вроде ничего но я что-то про нее так забыла я как бы не фанат этих всех люксовых ароматов конечно у меня там были когда-то духи которые вот одни супер дорогие супер стойкие надолго хватит совсем чуть-чуть маленький флакончик но меня периодически просто потом перло мне надо было как минимум двое духов раньше у меня были чисто Элизабет Арден допустим Биг Мосс или Элизабет Арден и Сарвадор Дали не помню правда что это совсем давно лет так в 16-17 и вот те которыми я тоже пользуюсь наравне сейчас с цветком вишни то одни прыскают то на следующий день другие это Эйван Лав туалетная вода она мне напоминает что такое вот между мандаринчиком и чем-то легкопудрово сладким нежным таким помню я их очень хотела и мне что-то все время то жаба душила то еще что-то когда была представителем Эйвана потом увидела какой-то то их они то появлялись то пропадали из каталога и по-моему даже набор какой-то был я себе купила вот ну да я как бы говорила что не буду говорить кто что дарил но некоторые все-таки вспоминаешь Эйван Фэм я уже не чую ничего но я помню что оно как-то что-то отдаленно рядом с Эйван Лав немножко напоминает чем-то или что-то общее с Эйван Прима такие мне кажется все-таки весенние легкие такие духи на весну ну лето когда тепло такие я все пыталась коллекционировать у меня был даже зеленый флакончик но кто-то умыкнул ну у меня были такие знакомые которые любили умыкать что сделаешь возможно когда-нибудь возобновлю эту коллекцию это у нас мой Морган вообще Морган туалетная вода голубенькая она пахнет ванилью зелененькие они более так вот такие терпкие были я их помню покупала в Рыбинске в магазине Калина тогда первый раз попала в такой магазин где куча всяких духов деликов и так далее мои тогдашние подруги там были как бы не в первый раз и знали что где находится а меня туда пустили и я там зависла где-то на час они были исключительно на витрине когда вот тоже подходишь где платишь даже не на витрине даже у кассы на витрине эти я покупала на клубнике у меня такие были 30 миллилитров 35 миллилитров 60 миллилитров 100 миллилитров и сейчас вот последние эти 100 миллилитров они все еще живы это Морган для тебя Морган де Туа но я люблю смешивать английский французский у меня это называлось Морган де Той тоже Морган тоже туалетная вода сделана кстати той и другой во Франции и это очень напоминает цветочная диска оригинал красненькие дужки которые у меня кстати есть в коллекции благодаря одной подписчице люльке и вот эти я помню тогда что-то то ли не было на сайте то ли по какой-то причине я не могла купить этот цветочный диск то ли она у меня заканчивалась но в общем что-то не складывалось у меня с приобретением цветочного диска и когда я открыла для себя Морган де Туа но он настолько мне полюбился и понравился что я даже подумала что если в какой-то момент получится так что цветочного диска не станет то можно его заменить практически аналогом очень похоже очень классные и несмотря на то что туалетная вода довольно стойкая слушайте у меня тут снизу увеличивается сверху уменьшается это Always да Always от Avon вот не помню кто дарил я даже их уже не чувствую но по-моему это что-то легкое цветочное рядом с как вот там я не тут тут рядом с FEM у меня кстати много всяких похожих флакончиков было и RAR или как-то там или еще что-то но все в свое время или сама даюзала по большей части у меня просто уходила типа Лёля куда тебе столько духов они такие классные мне они так нравятся я у тебя их возьму но я в принципе не жалею уже сейчас потому что некоторые люди которые собрали у меня кучу духов они от меня так благополучно отвалились спасибо им мне без них очень хорошо в общем вот такие еще духи у меня есть это еще расскажу Avon always линейка по-моему today tomorrow вчера сегодня завтра навсегда или как-то так такс это османтус натурель у меня была еще минька мне оно нравится ну видно что я его юзала не спросите почему я так мало юзала если оно мне нравится у меня тут 47 духов а до этого было еще чуть больше потому что в пустых баночках одни духи закончились еще в прошлых пустых баночках что-то заканчивалось по-моему это все-таки голубые овощи голубая лагуна а то у нас как раз тропикай была вот наша голубая лагуна не оплесну что-то сюда вот зачем нюхаю я все равно сейчас уже не смогу это передать что-то такое знакомое у меня есть где тут название это хоть всегда казалось что ну где-то есть название это где по-моему это 3-сель от Avon но то что от Avon ясно уже вот флакончик такой типажный как у Avon прям типичный то что этот 3-сель я не уверена мне казалось тут где-то наклеечка должна быть или как-то подписано но что-то наклеечки нема то что это туалетная вода в смысле парфюмерная вода тут видно сделано даже в России 50 миллилитров наверное это все-таки 3-сель от Avon о я поняла что оно мне напоминает оно мне напоминает практически один в один и фрошевские голубые овощи в общем если голубых овощей вам уже не достать а хочется покупайте себе 3-сель от Avon вот в таком флакончике за другие не знаю я кстати думала что вот эта штучка снимается ну что тут такая крышечка снимается только та часть крышечки у меня тут есть эликсир пюрпли про который я говорила у меня тут пробничком тоже пришел а ты фрошев за какой-то заказ и ну он для меня он на любителя не мой эликсир у меня тут есть повтор Avon Mesmerise Black на I recommend я когда-то писала отзывы но меня напрягает что там раз в месяц написать я забываю у меня не всегда есть вдохновение хотя я туда планирую написать отзыв на поезда до Абхазии то бишь Череповец или что там Адлер и обратно когда-нибудь все-таки надеюсь созрею допишу у меня этот аромат там называется аромат солнца тогда когда только он появился в Avon как раз была представителем он мне очень понравился он был таким теплым волакивающим а потом для меня стал открываться перчинкой и как-то уже не шел сейчас я его уже не чувствую практически не чувствую ну для меня он сейчас вот именно вот на сейчас на данный момент ну когда закончатся какие-нибудь духи рука потянется я просто вспомнишь у меня есть такие духи их удобно держать в луке в закончик такой и я ими буду допользоваться такс у меня все еще она есть Роза Утро в саду и Фраше тоже уже я подозреваю снятость у них была еще не то чтобы Роза был пион пюрды чего-то там я уже не помню эту серию как раз когда я только стала заниматься и Фраше в 2011 году она еще была тогда и вот у меня было этого много всякого пиона он даже возможно был летних каких-нибудь или весенних пустых баночках потому что еще в этом году помню точно в начале он у меня был и я его заканчивала и Роза пахнет и Роза пахнет конкретной Розой вот если вы делаете черный чай с Розой допустим с чайной Розой бутончиками такими маленькими или еще с какой-то Розой или зеленый чай с Розой или даже пуэр с Розой вдруг вам попался то вот аромат такой же как вкус у чая с Розой очень классные я и даже помню второй раз покупала так же как цветок апельсина но цветок апельсина у меня к сожалению закончился и вот у меня еще есть третий зеленый чай как раз вот от утра в саду от Эйвен мне кажется он посередине сначала идет Элизабет Арден зеленый чай потом вот этот вот зеленый чай от утра в саду от Эйвен ой пардон от Ифраше и от Ифраше вот идет потом Киньская вода кстати Элизабет Арден я помню хотела собрать тоже всю коллекцию так же как Морганы хотела и лаванду еще какую-то у меня были какие-то две или три разных вариации зеленого чая от Элизабет Арден но к сожалению только один сохранился и тут у нас Юдзу Каори от Фаберлик у меня был когда-то Каори честно я им не прониклась ну ни то ни сё не держится нифига на тебе за 15 минут мне кажется оно выпрыскивается в смысле выветривается бесполезный какой-то флакончик в Фаберлике мне совершенно не нравятся эти 15 миллилитровые флакончики берешь за крышечку флакончик остается там где был крышечка в руке и крышечка совершенно не держит этот флакончик у меня даже как-то один от таких подобных флакончика в сумке распрыскался просто как-то вот свалился этот колпачок и оно там вылилось почти мне кажется или я где-то читала что его сравнивают тоже с Элизабетом Гринси и вот подобными ароматами типа свежий такой зелененький желтенький но если честно мне кажется это как вот компот какой-нибудь такой из японского лимона юдзу каори вот мне интересно мне тут правильно этот иероглиф написали просто почему-то в фаберлике этот юдзу называется юзу как многие над мозги переводят я тут просто одну мангу читала продолжение того что другие переводчики делали у них это с коммунистами а потом стали переводить очень гривой скандейт вот тут такой же юдзу но я как бы он мне достался не новым он мне достался пшиканым и человек даривший насколько я помню почему-то считал что мне они должны очень понравиться но они у меня стоят жрать не просят стоят в самом углу полки это самопальные лельки на духе я уже не помню чем они пахнут но флакончик от бекмос можем конечно узнать чем они пахнут лаванда лаванда по ходу дела возможно там не только лаванда была вот если у меня однажды закончатся все вот эти духи что я тут обозрела у меня еще будут духи которые делала я или я смогу сделать себе духи или вдруг случится так что я совсем уйду в такую тему как я в 2015-14 году еще хотела делать косметику пользоваться исключительно свою косметику ну в смысле там не только мыло или воск для ногтей бальзам для губ да и дезик восковой или масляный а вообще вот все вот так вот практически всю косметику делать сама для себя то духи я тоже все буду делать ибо опыт есть практически нормальный так достались поменяшки кто их производила еще без понятия орчиле или вообще как то так такая замысловатая вещь что фиг поймешь но называется но макара макара туалетная вода для женщин оно слегка напоминает натурель но последний раз когда я их открывала на меня сначала пахнула спиртом сейчас снова попахивает без пивта уже оно мне напоминает натурель тропикаль немножко еще summer white между свежим и чуть теплым ароматом если вы такие где-нибудь видели то вот у меня они тоже есть я помню решила что раз такой флакончик то значит должны какими-нибудь такими морскими оттенками отдавать свежими типа даже просто косплеить какой-нибудь даже summer white от эйвена у меня тут есть такой цветочек волшебный цветочек вандерфлавр от кто это у нас вообще туалетная женская вода для нее польша от reflame фиг знает когда она сделана а не поверите оно по-моему нет а может уже или до марта 22 года оно могло жить долго и счастливо или что-то в этом роде 50 миллилитров мне просто хотелось помню затестить пробник но пробник мне почему-то мой заказ не не пришел скажем так и мне отдали вот такие духи вместо пробника они по-моему дофига не стойкие я даже уже не могу понять чем они пахнут ну ну так далее что ж теперь у меня есть цветочная диска 50 миллилитров а ты фраше красный оригинал спасибо лёльке я вот помню человека я знаю что она мне много каких духов дарила но я не все помню какие она конкретно дарила а вот эти помню сделано во Франции 50 миллилитров цветочная диска мои самые самые первые духи в фраше которые у них осознанно для себя купила и они мне просто под пробник очень понравились я много-много-много раз их покупала были еще лимитка 2011 они сами 2011 года была лимитка 2011 года такой полупрозрачный флакончик более свежие потом были в 15 миллилитровом флакончике что-то среднее между красными и теми такими типа белыми розовая крышечка кстати была у тех духов потом еще были цветочное ношное диско синенький флакончик и было еще какое-то диско честно не помню по-моему кажется пять разных дисков у меня было потому что я сначала хранила крышечки их вот такая потом оранжевая розовая синяя и еще какая-то может быть красная тут остались жалко что и фраше по ходу и дела их тоже снял вообще не понимаю зачем что-то такое конкретное что характеризует фирму внезапно снимается вот феерик сенсуэль от фаберлик что-то теплое вкусно пахнет но я уже одонюхалась в общем оно мне нравится вот оно у меня стоит это тоже подарок подписчицы так это у нас так мелко написано что фиг знает что это короче это 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 от мэри кей чем-то таким интересным пахнет вот вот три пробника про который я говорила да моя подруга одна очень раньше любила всякие духи особенно от эйвен но у нее случилась какая-то аллергия духами она больше не пользуется но вот кто-то ей задарил она отдала мне персив дью у меня раньше был персив дью это парфюмерная вода и кто-то у меня их ну как обычно это не раскрытый даже был еще вообще один такой флакончик но у меня кот его заиграл хотя он не любит эти ароматы все такие парфюмерные духи такие я не знаю как он так его умудрился заиграть что я при уборке не нашла когда поняла что он это заиграл а он все-таки заиграл его что это такое тут не написано что это ивановская а вот саммервайт внезапно круто саммервайт и еще что-то такое премьер-люкс и премьер-люкс когда-нибудь я их открою пока полежат первые самопальные духи люли из детского какого-то набора в который чего-то не доложили как обычно и масляные они соответственно там в трех эфирных маслах не было корицы вообще но оно так сочлось что все кто затестчивал первый раз и сейчас тоже я вот их открыла говорили что пахнет корицей это я делала еще при бабушке меня осетры мои нюхали оно дозрело они тоже нюхали ну в общем все говорили что пахнет корицей вот оно пахнет корицей самопальные первые люркины духи по-моему про них даже есть маленькая заметочка в моей травниковой группе ссылка на которую есть в инфобоксе и на странице о канале так это что у нас это тоже морякей что это я не помню вот морякей так этого флакончики от амбровой вали и фраше тоже что-то самопальное мое масляное это с этим с маслом лотоса в общем тут у нас мотос скажем так так это тоже самопальное мое и тоже флакончики я ты фраше о да страст на любви у меня была просто когда-то о да любви и о да страст на любви обе мне очень нравились но потом они внезапно стали сняты а потом их вообще перестало быть но флакончик мне очень понравился если опустим от о до любви просто прыскалка была то за страстной любви она таким макаром открывалась тут у меня розовые духи не помню что там в основе за масло но именно как вот эфирное масло розы я помню на одной конкретной своей работе ими душилась и моя соседка по скажем подрос соседнему магазину меня ругала что вот ты делал такие духи классные надо их на волосы наносить а ты им все не пользуешься вот половину заюзала когда-то еще одни самопальные духи в губках не могу определить что это но там было помню и и лотос и еще что-то вообще по-моему они должны быть тоже зафотканы в группе травника и возможно там даже подписано что-то такое и еще вообще замшелая поменяшка еще до ютубная что за сливанты вообще не знаю и раньше они пахли какой-то горечью а сейчас внезапно чем-то сладко свежим и и последние духи в коллекции тоже задарил мне человек зрительница харама как пачка сигарет когда мне ее дарили я так и думала нахрен мне пачка сигарет я ж не курю аль-харамам или аль-харамайн по моему это арабские духи какие то купленные как мне тогда говорили дьюти фри между одним самолетом и другим да он какая-то вязь арабская я долго соображала как их открыть они откручиваются и вот они мне напоминают те духи которые сама по его я не могу вспомнить чем они внезапно в общем вот такая у меня коллекция парфюмерии 47 духов 3 пробника от эйвен 2 пробника от эфраше как один мой приятель говорил можно кого-нибудь именно поить всем спасибо за просмотр и можете поделиться в каментах сколько вас духов может быть больше или может быть среди моих духов из коллекции есть что то что нравится вам и внезапно мы с вами пользуемся одинаковыми духами ну и так чем-нибудь еще поделиться всем пока